почти во всех деревянных домиках расположились отели вот посмотрите в этом доме вилла катарина смотрите какая красота если здесь быть летом когда листва прелесть вот здесь всюду указатели вот этот парк большой а за этим парком уже море смотрите какие здесь большие деревья я иду по улице мэры посмотрите какой дом нам встретился это вилла амэнде такой вход очень трудно идти прямолет гололед но интересно интересно погулять по пярну смотрите какие красивые дома вдали вот мы сейчас будем сворачивать наверное направо уже пойдем к центру города сейчас мы ходим вдоль моря можно сказать по дороге а вот вдали видны таллиннские ворота закрепления крепостного вала только остались вот эти ворота и дальше начиналась дорога почтовая дорога на таллинн вот кругом по городу расставлены такие указатели улица мэра 5 и вот она упирается в таллиннские ворота сейчас мы к ним тоже подойдем пройдем уже в старый город вот тоже старый дом мэра 2 он тоже реставрироваться будет уже там что-то начато а вот уже отреставрирован дом мы продолжаем свой путь вот через эти ворота пройдем на ту сторону вала посмотрите как красиво смотрится с этого ракурса эти ворота и сейчас мы подойдем пешеходному мостику ну вот пешеходный мостик деревянный на нем тоже вешают молодожены замочки там композиция я люблю пиар но наверное молодожены тоже фотографируются там вокруг красивые дома маленькие домики гостиницы наверное викинг посмотрите а там тоже парк на этих холмах украинский дом там и там у а а Посмотрите, интересная табличка. В 1731-1733 году в Пярну жил и служил Абрам Петрович Ганнибал, прадед Пушкина. Посмотрите, и на русском языке даже написано, посмотрите, какие здесь строения, Охту, улица Охту, а вот эти валы, там специально сделаны дорожки и парк разбит, там даже дальше есть, наверное, эстрада. А вот это Таллиннские ворота. Посмотрите, как здесь обустроен уголок. Уже с этой стороны вала, посмотрите на тот мостик, на котором мы были раньше чуть, и вот с той стороны, вот с той стороны, там море, в ту сторону, мы пришли. И сейчас пойдём уже в центр города. Но я хожу по валу и показываю вам окрестности. Посмотрите, как здесь всё сделано. Какие красивые дома. Здесь летом вообще чудесно. Ну, мы приехали в феврале. Здесь вот на берегу этого канала можно спокойно посидеть. Скамеек достаточно. И на этой возвышенности вот всё сделано. И для молодожёнов, и для театра, и сцена, и погулять. И довольно-таки далеко сделано. Наверное, вдоль всего этого вала сделаны дорожки погулять. Но у нас уже мало времени. Далеко мы ходить не будем. Посмотрите здесь. Памятник Олив Сима. Очень интересный памятник. И здесь сделана эстрада. Смотрите, внутри такое поле. Сделано сиденье, скамейки. Можно смотреть представление. Вот там вдали Викинг, наверное, отель. А это православная церковь Екатерины. Она находится на улице, не знаю, не помню, дом номер восемь, я знаю. А улицу, не могу вам сказать, чуть позже узнаю. И скажу. Вот, посмотрите, как она выглядит. Но, к сожалению, она была закрыта. Я не могу войти в неё. Вот эта улица Уус. На ней стоит вот эта церковь православная. Вот улица Никола. С этой стороны вот стоит церковь эта православная. Вот, видите, там вдали. И вот это здание. Очень красивое тоже. Посмотрите, какое красивое здание. Интересно, что в нём сейчас. Сейчас подойду, посмотрю. Ой, какие двери роскошные. Вот, что расположено теперь в этом здании. Очень красивые двери. А там вдали вторая церковь. Это лютеранская церковь уже. Святой Елизаветы. Улица Уус. И вот такой красивый старинный дом. На улице Уус есть ещё вот такой красивый дом. А вот, смотрите, деревянный Уус-6. Смотрите, со ставнями, с маленькими окошками. С таким вот входом. Такая дверь. Мне интересно, здесь живут люди. Или здесь тоже может быть какое-то кафе. Похоже, что живут. Занавески. Очень красивый дом. Прямо. Посмотрите, ещё напротив этого деревянного дома. Вот такой. Он вообще написан, что он построен в 1763 году. И внутри, посмотрите, какие амбары. Тоже деревянные домики. Посмотрите, какие дома в Пярнух. Это улица Уус-9. Окошки красные. Ставни красные. А здесь, посмотрите, сказка. Поближе подойду. На нём тоже памятная доска есть. Смотрите. Дом Штейнера. Памятник архитектуры. Что там у них сейчас есть интересно? Тоже какой-то магазинчик. Смотрите, какие красивые дома. Рядом стоит деревянный домик. Друзья, вот сейчас я гуляю по улице Кунинга. Это третья знаменитая церковь в Пярнух. Посмотрите. Друзья, это церковь Преображения Господня. Ну вот, друзья, я вам показала все три знаменитые церкви в Пярну. Все они находятся в шаговой доступности около центра. Но, к сожалению, они все были закрыты. Вовнутрь я попасть не могла. Посмотрите, друзья, дом законсервирован, а в окошках как бы выставлены картины. Смотрите, как выглядит это красиво. Вот здесь искусство тоже. Слон нарисован. Вот такое здание. Так они сохраняют его. Это улица Кунинга, 30. Посмотрите, какой красивый дом. Тоже. Здесь тоже на пересечении. А вот это лютеранская церковь. Очень красивая. Так выглядит автовокзал в Пярну вечером. Друзья, мы пробыли в Пярну почти целый день. Уже наступил вечер, и нам пора возвращаться домой, в Ригу. Спасибо вам, друзья, за внимание. Смотрите мои видео. Третья в Пярну. Третья в Пярну. Третья в Пярну. В Пярну. Продолжение следует...